Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24 в студии Кирилл Бузин. В начале, как всегда, расскажем о главных темах выпуска. Около 1 миллиарда рублей потрачено в уходящем году на обновление регионального парка техники. 40 единиц уже отправились в муниципалитеты края. Комплектация тракторов МТЗ зависит от пожеланий районов. Металлический бык – это символ 2021 года, он же покровитель семьи. Как живут быки и коровы в Павловском районе и что происходит с теленком в первые часы жизни, расскажем через несколько минут. Телеканал Катунь-24 продолжает дарить жителям региона мандариновое настроение. Кто из наших героев получил ящик цитрусовых, на этот раз расскажем в нашем выпуске. 28 новых тракторов МТЗ поступили в Алтайский край. Они отправятся в 18 муниципалитетов, где зимой выпадает наибольшее количество снега. Это уже вторая партия техники, закупленная в 2020 году. Около 1 миллиарда рублей из бюджета всех уровней потрачено на обновление регионального парка техники. 40 машин уже отправились в краевые дорожно-строительные управления. Еще около 60 закуплено для муниципальных образований региона. Комплектация тракторов МТЗ зависит от пожеланий районов. Здесь, смотрите, универсальный отвал стоит, он может работать вправо-влево, очищать дорогу тротуара. Чтобы при необходимости, при большом количестве снега, необходимости его удаления достаточно далеко, он снимается, на его место ставится шнекороторный снегоочиститель, который собирает снег. Сейчас обсуждают вопрос транспортировки техники. Если со стороны муниципалитета все решится быстро, тракторы доставят до Нового года в Змеиногорске, Третьяковске, Олеське, Родинске и другие районы Алтайского края. Практически во все муниципалитеты распределена техника, чтобы равномерно, но в города ее поступает больше в зависимости от количества дорог и жителей, в муниципалитеты по одной, по две единицы. Бывший начальник Алтайского отдела Сибирского управления Ростехнадзора признан виновным в получении взятки. Кроме того, доказана и его причастность к незаконному приобретению и хранению боеприпасов. Патронов для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия. В 2019 году к должностному лицу обратились представители фирмы, действовавшей в качестве подрядчика по строительству солнечных электростанций на территории Республики Алтай, с просьбой о выдаче актов их готовности и разрешении на допуск в эксплуатацию. За положительное решение вопроса о воде в эксплуатацию без фактического осмотра электроустановок, обвиняемый через посредника потребовал передать ему в качестве взятки два земельных участка, расположенных возле озера Манжирок, однако затем изменил вид взятки на денежные средства в размере 326 тысяч рублей. Суд назначил бывшему начальнику Ростехнадзора наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1 миллион 630 тысяч рублей. К другим темам. Металлический бык – это символ 2021 года, он же покровитель семьи. Как живут быки и коровы в Павловском районе и что происходит с теленком в первые часы жизни, выясняла наша съемочная группа. Хозяином 2021 года будет белый металлический бык. Вообще бык – это степенное и благородное животное, которое не любит спешки. Так вот, чтобы без спешки познакомиться с символом года и узнать его получше, мы отправились в Павловский район. Решительное, надежное животное требует от окружающих большой самоотдачи, любит трудолюбивых и упорных людей, которые привыкли всего добиваться самостоятельно. В хозяйстве Бурановское 2700 голов крупнорогатого скота. И каждое животное в Новый год получит от сотрудников свой любимый подарок. Дадим им дополнительно по килограмму концентратов. Они любят ее, постоянно ждут, когда мы утром-утро сдаем быкам, они все становятся. Те быки, которые даже лежат, к сочным кормам не подходят, к концентратам всегда подходят. Вот мы им на Новый год и сделаем подарок. Основа рациона быков и коров – сено, овес и пшеница. Для укрепления костей по утрам мел и соль. Ну а полакомиться они не прочь патокой. А вот это плющеное зерно кукурузы. Его тоже добавляют в рацион дойному стаду. Его плющат специально для того, чтобы оно лучше хранилось. Добиваться успеха символу года помогает тщательно продуманное расписание. Поэтому дойка в хозяйстве Бурановская строго три раза в день. У каждого животного свой неповторимый характер. Да и сдружиться с ними нелегко, поэтому подход к ним знает только один человек – доярка. На одну доярку в среднем приходится 50 коров. Она уже знает голос хозяйки. Нужно ее перед тем, когда их окликнуть, нужно ее погладить. К ним нужно относиться по-доброму. Они любят нежность и ласку. Так же, как и любой человек. Животноводческий комплекс хозяйства занимается производством мяса и молока. Мы ведем поглотительное скрещивание породами галштинофриской, чернопестрой, семенем от быков. Получаем приплод примерно 50 на 50 бычков-телочек. Выращиваем их до 400 килограмм и сдаем на мясокомбинат. Телочки идут на воспроизводство стада. Молоко после дойки перемещается по молокопроводу в специальное отделение. Вся процедура проходит без контакта с внешней средой. Это позволяет сделать продукт первосортным. Григорий Васильевич, есть такое выражение – дойная корова? Да, это выражение к нам на 100% применимо, потому что наши дойные коровы, мы их доим и получаем выручку в пределах 400 тысяч рублей ежедневно. Ничего себе! За счет чего? За счет современных технологий содержания, кормления и искусственного семенения. Металлический бык – покровитель семьи. Потому у домашнего очага в новом году станет еще уютнее и теплее. Ну а в хозяйстве становится теплее с рождением телят. Здесь совсем недавно открылось новое родильное отделение. Принимают роды, доярка и телятница. Телок, когда принимаем, его обрабатываем, ложим под корову, она его обсушивает. Поначалу, конечно, это все страшно, это все эмоционально, но потом привыкаешь и все как обычно. Хоть они такие вот необычные, не сравнить с детьми, но то же самое, что дети. Тоже требуют внимания и уход. В первые часы жизни его помещают в специальный сушильный шкаф, чтобы он обсох, а после перемещают в специальную индивидуальную клетку. Кормят новорожденного трижды в день. Первый раз из специальной бутылочки молоком матери, жирным и плотным. Продукт готов к употреблению, так сказать. Для того, чтобы его накормить, его необходимо поднять, потому что в лежачем положении телка кормить нельзя. Давай, поем. Ну и процесс пошел. Впечатления, надо сказать, просто невероятные. Уже к вечеру теленок окрепнет и наберется сил. В родильном отделении пробудет еще 10 суток, а потом вперед во взрослую жизнь. А что его ждет в этой большой жизни, так же, как и нас в новом году? Если будет надежным плечом для близких, стойким к трудностям, терпеливым и порядочным, то непременно символ 2021 года подарит счастье и удачу в новом году. Екатерина Варкентин, Денис Кузьменко. Новости. Телеканал Катунь-24 продолжает дарить жителям региона мандариновое настроение. Кто из героев нашего сюжета получил ящик цитрусовых на этот раз, узнаете прямо сейчас. Телеканал Катунь-24 вместе с компанией «Фруктовый мир» продолжает дарить традиционные ящики с мандаринами героям лучших сюжетов и программ. Сегодня мы отправились в гости к Устиньи и Антону Зуевым. Летом этого года они сыграли свадьбу и попросили дарить им корм для животных, которые пожертвовали в барнаульский приют «Бусинка». У Антона и Устиньи собственный тату-салон. Вместе они помогают жителям города в их желании самовыражаться. Туда мы и идем. Антон, Устиньи, вся команда телеканала Катунь-24 поздравляет вас с наступающим Новым годом. Примите этот подарок. Спасибо большое. Это лучший подарок на Новый год. Теперь объедимся витаминами и не будем покупать их. Спасибо большое. Вас тоже с Новым годом, с наступающим. Спасибо. История любви Устиньи и Антона такая же нестандартная, как и их свадьба. Антон шутит и рассказывает, похитил девушку из Красноярского края, привез в Барнаул. Их объединило не только общее дело, тату-студия, но и желание помогать другим. Поэтому и подарки на торжество попросили не для себя, а для бездомных животных. Мы решили, что почему нет, цветы гибнут, цветы топчутся. То есть мы не против цветов, но на свадьбе на них нет времени. Зачем просто тратить деньги на что-то, если их можно потратить с пользой. После этого решили помочь благотворительному фонду, который помогает детям-сиротам, а также малоимущим семьям. Это такой кайф, когда ты видишь довольные мордочки животных или счастливые лица людей, детей, которым ты помогаешь. Просто делая простые какие-то действия для тебя, для кого-то это большое счастье, большая радость, особенно для деток. Устинья и Антон рассказывают, приютам требуются не только деньги, но и вещи, предметы быта, стройматериалы. Ребята планируют и дальше помогать нуждающимся людям. К этому призывают и других. До Нового года мы еще сделаем несколько подарков другим полюбившимся героям. А вот кому, смотрите в следующих выпусках. Софья Житина, Сергей Балуев, новости. И в конце выпуска расскажем о новостях спорта. Спортивная школа по конькобежному спорту «Клевчение» получила новую ледово-уборочную машину. А вот алтайские моржи поддержали акцию «Закаленная Россия – сильная страна». Об этом и не только далее. Ледоуборочную машину привезли с конвейера завода-изготовителя в Пензе на этой неделе. Опробовать возможности техники в спортшколе планируют после ослабления морозов. Машина приобретена в основном на средства, дополнительно выделенные в этом году из краевого бюджета на спорт. Сумма покупки – 5 миллионов 900 рублей. Из них 4 миллиона 400 тысяч рублей целевые, остальные – деньги самой спортшколы. Таким образом, в парке спортивной школы Олимпийского резерва «Клевчение» теперь три ледоуборочника. Один в ближайшее время отправится в Рубцовское отделение, где будет готовить лед на стадионе местной спортшколы «Спарта», на которой тренируются конькобежцы. Там до сих пор нет такой техники, и лед заливается вручную. Общероссийская акция «Закаленная Россия. Сильная страна» прошла 26 декабря. Ее организаторами выступили Федерация зимнего плавания России. Акцию мог поддержать любой желающий. Для этого достаточно было окунуться в холодную воду или совершить зимнюю пробежку. В нашем регионе холодные ванны в этот день приняли представителя Алтайской Федерации спортивного зимнего плавания «Белуха» и Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи». Первые занимались в Барнауле на озере Пионерском, вторые – на пляже «Водный мир». Температура воздуха была 26 декабря от минус 30 до минус 35 градусов. Игорь Матаев, Дмитрий Дроздов. Новости. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катун 24 и только хороших вам новостей.